По восстановлению губернатора проводим контроль, как выполняются требования санитарной защиты, хотим с вами общаться, скажите, пожалуйста, какие у вас меры организованы. С таким вопросом представители общественной и торгово-промышленной палаты сегодня заходили в магазины. Мониторинг соблюдения масочного режима начался с посещения одного из популярных торговых центров города Видное. Еще на входе председатель общественной палаты Ленинского городского округа Григорий Авдеев обратил внимание, что нет санитайзеров и сотрудников, которые бы рекомендовал покупателям надеть защитную маску. Молодой человек прошел бы еще без маски. Спускаются люди совершенно все без масок. Идем дальше. На территории торгового центра находится супермаркет. Здесь похожая картина. Информационный стенд, предупреждающий о масочном режиме, есть, но размещен в слепой зоне. Санитайзер пустой. Вы знаете, сейчас идет обострение пандемии, соответственно, меры рекомендательного характера уже внесены. А с ближайшего времени, я думаю, начнется все-таки уже ужесточение. Поэтому хотелось бы послушать, какие образом у вас это все осуществляется. Мы сходу обратили внимание, что у вас, в принципе, здесь не ведется работа непосредственно с клиентами. То есть не отслеживается, есть ли у них след защиты, след защиты. Каким образом они могут покупать ваши продукты. В соответствии с постановлением губернатора Московской области, реализовывать товары покупателям без масок продавцы не могут. За это предусмотрен штраф торговой точки. Кассир обязан попросить человека надеть маску или предложить ее приобрести. Ваши продавцы знают меру ответственности за продажу продуктов, товаров без средств защиты? Да, конечно. То есть у них только в этом есть? Да. Если вы видите, будет информацию доводили, а есть? Да, конечно. В вашем магазине не продают товары, если у человека нет маски на лице? Мы предлагаем приобрести маску. Рекомендуем, чтобы... То есть не рассчитают человека, если он без маски? Да. Вы уверены? Да, так с паузой взяли. Нет, я уверена в этом. Многие проверенные общественниками магазины предоставляют маски и перчатки бесплатно. Они лежат на входе в торговый зал. Перчатки есть, обозначение, что масочный режим введен есть, социальная дистанция информация есть, обслуживание только в масках есть. То есть в принципе как-то люди понимают, что все об этом уже знают, но при входе, соответственно, для них дополнительная информация есть. Это уже большой плюс. Однако предупреждающие о масочном режиме объявления не всегда бросаются в глаза. Замечание, скажем так, потребительского характера – все-таки сделать контрастные цвета, потому что они с вашим брендом сливаются, и непонятно, о чем несет информация. Но ясно. У губернатора Московской области официально есть, скажем так, ряд наглядных материалов, которые, в принципе, уже довольно-таки неплохо себя рекоментировали с точки зрения качества. Вы можете их в открытом доступе скачать и, соответственно, разместить у себя на стендах и информационных плоскостях. В большинстве случаев и продавцы, и покупатели соблюдают масочный режим. Сотрудники торговых предприятий делятся. Порой бывает сложно уговорить людей надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания. Поначалу было тяжело очень с ними, потому что они все начинали прямо категорически отказываться от того, что надеваются намордники и так далее. Но потом все уже привыкли, и сейчас практически все покупатели в масках. Если кто-то без маски, то мы не обслуживаем, поэтому они одевают одноразово все равно. Отрадно, что многие виновчане заботятся о своем здоровье. Люди опасаются распространения коронавирусной инфекции. Чтобы второй волны не было, прежде всего, ведь мы все этого боимся. И самое главное – это соблюдать меры безопасности, простую маску, перчатки по возможности. Если все, что нам рекомендуют по телевизору, мы будем делать, мы быстрее вернемся к нормальной жизни. Надо осерегаться. Я вот все время перчатки в маски. Я ни разу не ходила без маски. Я не хочу других заражать и сама не хочу болеть. Хорошие отзывы от участников мониторинговой группы получил один из сетевых магазинов на Березовой. Здесь в соответствии с поручением губернатора соблюдают все эпидемиологические меры. Действия, скажем, вашего сотрудника, когда покупатель отказывается одевать маску? Если покупатель отказывается одевать маску, то в первую очередь сотрудник доводит у него важность или сообразность обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты и каким образом это влияет на окружающих. После этого у нас у кассиров есть распечатанная информация, на основании чего данное требование является законным. Мы можем ему донести это устно, либо дать это покупать винлязное гомление. Как правило, конфликтов не возникает. Пока ношение маски в общественном месте несет рекомендательный характер. Хотя стоит помнить, что вам не отпустят товар без ее наличия. Это закон. Но не исключено, что и просто нахождение в магазине без средства индивидуальной защиты органов дыхания скоро будет караться штрафом. В наших руках не дать вирусу возможность стремительно распространяться. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, ГИДНЭТВ.